На уборку снега в Могилеве что дня выходит больше за 700 дворников и 64 одинки техники. От 15 до 24 машин застаются на дежурстве и в день и ночь. До того же за каждым жеу замыцывали снегопробиральную технику, как больше оперативно очищать дворы и дороги. Неснежный снежин да у коммунальным службам часто запасить песко-соляную сумесь, сплановать график уборки и главное нагадать автовладальникам про особистую отказность за частину двора. Пополь уже исправляются уластными силами. Что дня дворники берутся за справу у 8 ранец, а Леда Жихаров – сардешная просьба. Коли не допомогать, да и хотя бы не пирожка отжать у дворца и парковаться правильно. Нужно, конечно. А что, дом уравления, наверное, не будет справляться, если столько машин. Я ехал, видите, я даже не могу проехать. А что делать, да, если машина стоит? Что делать? Объезжаю поехать дальше. Ну а что я буду делать? То есть участок приходится пропускать какой-то? Конечно. И пропускаешь участок, остается не чистым. У день и ночь за парадком на дорогах в городе сочетят оперативные обрагаты дорожного мостового предприемства. Коля 20 машин. На поздней смене проходит 30 этаж. Выходит на работу с 5 утра порядка 200 человек дворников, грузчиков, уборщиков территории, лестниц. А полигоны где у нас для снега находятся? Снежные полигоны находятся в районе улицы Турово-Жемчужный, улица Фатина район экстрим-парка, Челюскинцев и Симонова в районе Зеленстроя. Коммунальные службы и держа автоинспекции извертают увагу на то, что ауто, покинутые без нагляда у дворах, у народе подснежники до того, что на года оштрафовать у ладальника. Тому, поколь дворы не занесло снегом, я шею сейчас заняться своей рухомостью. Седа Каспарова, Виталий Алексеенко, Новины Регион.